Всем привет, здоровья, с вами Жаса Цава, и сегодня у нас реакция на ютубер заплатил 4 миллиона, чтобы попасть в отель Хасбин. О, да, я наслышан об этой ситуации очень, на самом деле, давненько, ну, когда только она начала вируситься, еще до того, как она начала вируситься у нас, в Рунете, если так можно сказать. Всем привет, с вами Сава. Я уже наслышался об этой ситуации. ...две первые серии отеля Хасбин. Посмотрим, что Сава. Ну, пока лишь в раннем доступе, и до сегодня их на ютубе разбирать было нельзя, поскольку высока вероятность бана. Но все, кто подписан на мой телеграм, уже спокойно могут их посмотреть и обсудить. На самом деле, я даже хотел отдельно сделать реакцию на эту анимацию, но... ...петь, ведь специально для вас мы подготовили перевод и озвучили все на русский язык, но, несмотря на... Да, кстати, ребята, там киберкоты выпустили первую серию отеля Хасбин на ютубе, и я видел, что там некоторые начали реагировать на эту серию, и так что реакция на первую серию будет, ребята, точно, по крайней мере, на первую серию точно. Конечно. Наверное, после следующей реакции. Вот. Так-то, наверное, скажу. На выход первого сезона отеля Хасбин. В Америке сейчас все обсуждают вовсе не новые серии. Да, кстати, вот это вот событие гораздо больше обсуждают, чем сам отель Хасбин, что забавно, конечно, и немного печально даже. А вот это трехминутный клип, о котором в русском сегменте никто даже не в курсе. Сейчас уже теперь почти все в курсе. Ну, как паренька? Пареньку, которому... Да, паренек, которому 40 лет. Внимание. Она им очарована, влюблена и всячески пытается его охмурить. В конце концов, просто привязывает парня к кровати, закрывает двери, раздевается и залазит в постель, на чем анимация заканчивается. Без продолжения, если... Эх, а так хотя бы с продолжением видео. Ха, ладно, шучу. Ты что? И при этом, вы только гляньте на уровень анимации в этом клипе. Качественная покадровка. Не, ну, блин, насчет анимации, не знаю. Нет, местами качественные, но с другой стороны, срисов... моменты срисовок, много, на самом деле, таких моментов. Еще местами с качественности, но это ладно, фиг с ним. Это фиг с ним, что с качественности, это ладно. Хотя анимации за 4 миллиона... Не знаю. Учтены все детали. Целый прорисованный город. Хотя вот и город реально круто сделан, прорисован. Вот это реально круто. А мальчик, за которым гоняется Чарли, реальный человек и на самом деле 40-летний мужик в таком же кепке, одежде и очках. Мне хоть иди 40 лет, но я тоже в кепке и... Ладно, без очков, я хотел очки надеть. Знакомьтесь, это Вербалайз, ютубер с 5 миллионами подписчиков на канале, который в свое время выпускал дико популярные битбокс-баттлы между известными персонажами. О, Станусом, Дарксайдом особенно. Станус, Тебе, Дарксайда, Джокер в пух и прах разбивает пеннивайджа на сцене, а Микки Маус показывает уровень своего влияния бедному губке Бобл. И все это сопровождалось столь же качественной докадровой анимацией и набирало десятки миллионов просмотров. Однако же со временем популярность канала начала угасать. И год назад Вербалайз сообщил, что у него больше нет возможности выпускать столь качественные анимации, поскольку они попросту больше не окупаются. Не окупаются. И он даже просил аниматоров поработать на него за бесплатно. Делал, конечно. И тут пару недель назад в сети появляется это. Дико качественная анимация с участием Вербалайза и явным сексуальным контекстом. А также скрины из его Дискорда трехлетней давности. А про эти, видимо, скрины говорили. Спэм 47 тысяч. Год дэм дэм. Дискорда трехлетней давности, где он сообщает, что потратил на эту анимацию около 50 тысяч долларов. То есть 4,5 миллиона рублей. Ну, вы представляете, сколько же усилий потребовалось аниматору, чтобы столь детально прорисовать этот город? Ну, видимо, сама или сам, сам или сама аниматор понимала, что придется привлечь немало усилий, поэтому много где срисовывала. Ящик Пентаграм-Сити с разных ракурсов, с кучей вывесок и необычных зданий. Вообще, я бы не сказал, что похоже на Пентаграм-Сити, это больше похоже на какой-то город мультфильмов в 90-х, как такие неоновые изображали, в таких вот, криминальные. Я вообще бы не сказал, что похоже на Пентаграм-Сити, вообще. Это больше похоже даже на этот город похоти из Асквобоса, чем на Пентаграм-Сити. Там не настолько цветастый. Ооо, это я одобряю, это я одобряю. Кстати, я тоже не хуже. А вы знали, что у нас есть канал, на котором мы выпускаем озвучки Пандертейл и другим фандомам? Недавно у нас вышла новая озвучка. Так что рекомендую тебе перейти по ссылочке в описании под этим видео и начать отслеживать наш канал, если вдруг тебе стало интересно. Подпишись, не пожалеешь и нажмите X для начала шоу. При этом, этот клип не выходил на его YouTube-канале. Вербал самолично его никуда не выкладывал и даже если б хотел, не мог этого сделать, поскольку на него тут же прилетела БАП за использование чужой песни на фоне и желтая монетка за сцены интимного характера. То есть монетизировать это видео попросту невозможно. Она не окупаема. Судя по скринам, данный клип был сделан еще три года назад, но в сеть его слили лишь сейчас. Видимо, в какой-то момент Вербал и... Может это специально ради того, чтобы какой-то хайп создать для отеля Хазбин, потому что отель Хазбин... Что-то я слышал какие-то новости, что он начинает проваливаться и возможно как раз таки это такой странный пиар-сериал. Странный его... Ладно. Выложил данный клип в свой Дискорд или Патреон на несколько часов и позже, осознав свою ошибку, удалил его, надеясь, что об этом все забудут как о страшном сне. Но интернет помнит все. Сам факт того, что на Ютуб подобный клип выкладывать нельзя и монетизировать тоже, приводит нас к одному единственному возможному выводу. Вербал Айс сделал его для себя. Потратил 50 тысяч баксов на анимацию, просто чтобы похотливая Чарли всеми... Ну потому что он обожает Чарли... Нет, в принципе я разделяю его чувства к Чарли. Ну, она как бы милая такая. Мне тоже нравится Чарли, особенно с черными глазами она еще более милее. Но настолько, чтобы нравилось, чтобы заказывать анимацию на 50 тысяч долларов... Ну не знаю. Силами пыталась его соблазнить. Напоминает ситуацию, когда сценарист перезапуска Супер Крошек ввел в мультсериал самого же себя... А, о господи, это я тоже слышал. Тоже ситуация такая забавная. Исключительно для того, чтобы влюбить в себя Цветик. Мне кажется, хотя вот эта ситуация, мне кажется, вот эта вот, еще страннее, учитывая, что, во-первых, в Цветик здесь маленькая девочка. Вроде как, ну да. А и то, что автор для себя слишком сильно изображает каким-то себя крутым, это, мне кажется, еще более страннее. Ну ладно. Но только в данном случае у мужика развязаны руки. Со своим собственным бюджетом он может заказать что угодно, без каких-либо ограничений. Ну как, без каких-либо ограничений. Тут прям полноценной порнухи тут, конечно, нету, но пошлость звенящая есть. Присутствует. Но теперь осознайте весь сюр этой ситуации. Чувак потратил 50 тысяч долларов на анимационный интим со своим участием, а потом жалуется на ютубе, что ему не хватает денег на создание его битбокс-баттлов. Тут уж ты нерациональ. Ну как бы, что ж, потребности берут вверх над контентом, что поделаешь. Не используешь бюджет. Однако же ситуация все же не так однозначно, как могло показаться. Да, 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 потому что, да, я слышал, что там не совсем точность. Вот эти скрины, возможно, это фейк. Короче, там эти пишут там про то, что он там заказывал 15-летние девочки, там, то, что 50 тысяч долларов. Там, возможно, это неправда. Короче, там понятно, да. Что-то такое тоже слышал. Возможно, сам Вербалейс зачем-то решил, типа, слить эту анимацию, чтобы, не знаю, он там где-то вроде бы анонсировал то ли новый сезон своего шоу, вот этот вот рэп-баттл, то ли там новый сериал. Может, чтобы какой-то ажиотаж вокруг него развести, он решил развести ажиотаж таким странным способом вокруг себя. Такой, типа, черный пиар, я не знаю, ну, в плане... О, господи, как это странно прозвучало, наверное, в этом контексте. Ну, я имею в виду, ну, вы понимаете, что я хотел сказать, да, а не то, о чем вы могли подумать. Поделать. Какие-то подписчики Вербалейса подтверждают, что он действительно в Дискорде хвастался анимацией по отелю Хасбин, но это тоже вполне может быть фейком. Тут еще начали вкидывать инфу, что над анимацией работал несовершеннолетний подросток в 15 лет, и если... Откуда эта информация? ...это еще больше усугубляет всю ситуацию, но подтверждения этому никаких нет. Сам Вербалейс пропал из соцсетей и закрыл Дискор... Конечно, что ему говорить? Ну, хотя, при этом мог бы что-то, наверное, сказать, не знаю, что он мог бы в этой ситуации сказать. ...и никак не комментирует ситуацию, при этом продолжает... Наверное, это самое правильное решение, не комментировать просто. А то получится, как с этим, я надеюсь, симулятором, где в итоге чувак сам же себя в итоге закопал, пытаясь оправдываться, в итоге сильнее себя закопал в яму. ...пытает выкладывать видео на YouTube, как ни в чем не бывало. А указанного режиссера анимации, Стивена Чейса, вообще невозможно нигде найти. Лишь один анонимный аниматор пару дней назад сообщил, что Вербалейс изначально обращался к нему с просьбой сделать эту анимацию, но на тот момент предлагал лишь 35 тысяч. Но сложно сказать, что из этого наверняка правда, а что нет. И действительно ли этот клип был сделан по заказу самого Вербалейса? Однако же факт остается фактом. Анимация... Можно на него и не было потрачено столько много денег. Кто его знает? Вообще. ...клипе просто невероятно качественно. Даже в России подобное бы стоило около полумиллиона рублей. А на Западе цены в несколько раз выше. Потому стоимость в 50 тысяч долларов даже за трехминутный клип звучит вполне правдоподобно, учитывая странный контекст происходящего там. Но не стал бы какой-то хейтер Вербалейса же платить такие огромные деньги, чтобы навредить ненавистному ютуберу. И вряд ли бы какой-то рандомный чувак год сидел самостоятельно работая над анимацией, где Чарли соблазняет Вербалейса. Просто по собственному желанию. Кому это надо? Учитывая, что сам ютубер уже две недели отмалчивается, вероятнее всего данный клип действительно был сделан по его заказу. Исключительно для него самого. Просто вот настолько ему понравилась Чарли из отеля Хармс. Странно? Да. Стыдно? Есть такое. Но особой грань... Ну а чё... Ну блин, ну а не пофиг ли... А на самом деле, не пофиг ли, какая разница? Ну нравится ему настолько сильно Чарли. Конечно, другое дело, что он говорил, что у него нет денег, а в итоге он тратил столько денег на такую анимацию анонимную только для себя. Это, конечно, другое дело уже. Но то, что ему настолько сильно нравится Чарли, ну ладно. Ну кому не нравится Чарли? Многим кому она нравится. Возможно, не так, конечно, сильно, скорее всего. но почему бы и нет допустим они вербалось не перешел это что-то на уровне шиперских фан-артов но только с огромным бюджетом ну согласитесь но вы что же наверное не против были бы если за вами так выгонялась бы чарли нет но это его деньги не нам их пересчитывать он имеет право распоряжаться ими как сам того пожелает даже если это странно просто зачем потом жаловаться что ему не хватает бюджета на создание основного контента из-за этого клипа теперь его битбокс батл и выглядят довольно скромно но есть один особенный единственная ли это его анимация подобного фар а кстати а может есть все таки все таки может быть есть другая версия продолжение этой анимации или 18 плюс версия анимация все таки может она есть не то что меня сильно это баловало но мата кто знает сколько подобного он мог еще заказать за все эти годы но это просто забавно не знаю мне хотел мне кажется вряд ли мне кажется это единственно что он заказывал не думаю что он что-то еще заказывал мне кажется скорее всего нет с вами поделиться а ближайшие дни вас ждет уже разбудка да там уже там не хотите один созданный там еще там кто-то мантикек лантерхард кто там кто-то еще тут а как его там росера точно вспомнил короче там много кто уже обсуждал эту ситуацию по-разному антикек вообще очень я смотрю видел очень сильно бомбил на эту ситуацию ну не знаю короче честно сказать они пофиг ли ну и потратил на потратил его деньги его деньги единственное реально что вот реально единственное то что он жаловался свою аудиторию что не хватает денег на свой проект это единственное за что чего можно докопаться а так в целом ну почему бы ладно и нет допустим в конце концов это же не полноценно 18 плюс анимация а просто немного хорни контент местами кринжовы конечно для кого как ну и окей короче ситуация реально как это странная непонятная как будто бы не совсем досказанная и не знаю вдруг она реально для хайпа сделано в отеле husband ну если реально так и есть то это очень странный хайп согласитесь короче тут реально не совсем понятно ну и плата чё так сильно долго обсуждать эту тему мусорить зато мемчики смешные мемчики о господи че с ютубом мемчики реально смешными я над ними уже поугарался когда там видел да ладно ребята ставьте лайки и дизлайки это реакция подписывайтесь на мой канал не забудьте нажимать на колокольчик то пихли уведомления о стримах и видео будущем ссылка на оригинальное видео в описании под этой реакции все остальное вы так знаете всем желаю здоровья конечно же мира всем пока пока через видео реакция на пиру сериат или husband ждите